В центре внимания у нас Астрахань, и мы сейчас поговорим о творчестве почетного работника Привозской железной дороги Первосильной Умновой. Она у меня на связи. Здравствуйте. Добрый день. Мы с вами в прошлый раз затрагивали вашу профессиональную жизнь, то есть говорили о том, какие пути вы прошли, чтобы на самом деле у вас большая дружная династия железнодорожников, и ваше дело продолжают там уже и дети, и внуки, но мы не затронули, не поговорили о творчестве, а на самом деле вот эта страница вашей жизни раскрылась и появилась как раз, когда вы вышли на пенсию. И появилось очень много, видимо, возможностей для того, чтобы реализовать себя как-то иначе. Вот сейчас предлагаю рассказать нашим зрителям и убедить их в том, что на пенсии только все начинается. Вы пришли в какой-то культурный центр и вошли в ансамбль. Рассказывайте, что это за коллективы. Я знаю, что какой-то многофункциональный центр социального обслуживания «Оберег», да, вы также записались в бассейн, насколько я в курсе, да, и вот потом как-то вот так еще и влились в художественное творчество. Ну, во-первых, что такое пенсия? Это локомотив, который мчался на всем пару и вдруг резко затормозил. Тормозной путь длинный. Пока привыкнешь, что на пенсии, ну, депрессии не было, начала, значит, искать точки соприкосновения. Внук у меня был большой уже, так сказать, больше некого было нянчить. И, значит, ей железнодорожники, дружный народ, узнала, что одна из коллег пошла, значит, плавать в спортивный бассейн хороший, записалась. Затем узнала, что есть такой социальный центр, пошла записалась, начала заниматься танцами. Около дома открылся второй социальный центр. У нас в Афгани очень это развитое. То есть Министерство социобеспечения культуры, досуг пенсионеров и вообще вот инвалидов, детей, которые там, ну, с какими-то акканьями, очень занимаются ими. Это в Астрахани просто прекрасно налажено. Вот, а так как у Клудома открылся прекрасный центр, его отремонтировали, я записала сюда хор, о чем я мечтала всегда, потому что я пела и в школе, и везде. В КВН, капустнике, это все, как говорится, со мной всю жизнь была. И повезло, что руководитель очень серьезно встретился, Гришаево-Ледневу Григорьеву, 25 лет только стажа работы, вот хоровым, так сказать, коллективом такое. С нами занимался профессионал высокого класса, занимали там вторые, первые места, мы объездили по Астрахани. Но так как желающих очень много было в хор, и чтобы не обидеть других, решили еще Григорьеву создать фольклорный ансамбль. И назвали его «Заваленка». Ну, куда и мы влились, как костяк, чтобы поддерживать. Это в основном народные песни или совершенно разные репертуары? Вы знаете, в чем дело? Вот здесь больше играют праздники. Масленица, Пасха, Красная Горка. Это театральные, театрализованные представления. Масленица с петрушкой, со всеми старинными песнями, обрядами. Мы вовлекаем зрителей нашу игру. Поэтому все в восторге, всем весело. Вы там, я насколько знаю, костюмы делаете или какие-то специальные игрушки, подделки, специально для того, чтобы реквизит, скажем так, использовать это все? Ну, естественно. Хотя нам помогает социальный центр, министерство, но у них тоже средства ограничены. Поэтому мы взялись и стали шить сами костюмы, сарафаны, реквизит приобретать. Вы именно, вы это стали делать? Это наш фольклорный ансамбль. Ну, я там, еще мои подруги, я всех вдохновила, начала им кроить, вместе научила шить, там что-то подсказывала. Талантливые люди собрались. И когда Людмила Григорьевна, наш хармейстер, дала задачу, такой, так, масленицу широкую ставим, у нас приедет губернатор, а давайте с петрушкой, с балаганчиком. Такой сценарий написал чудесный, я там еще стихи писала. А как делать петрушку? Средств покупать, очень это дорого, и не найдешь. Перешерстила все сайты и нашла, вы знаете, такой удивительный способ изготовить дешево и сердитое куклу с папье-маше. То есть, всего-навсего, ячейки из-под яиц размачиваются в горячей воде, добавляется ПВА, потом из газеты делается такая основа круглая, и на нее налепляется эта масса. И, пожалуйста, творите петрушку, цыгана, лошадку, лекаря, кого хотите, принцессу. А потом раскрашивайте, прикривайте ткань, кусочки, да, и получается у вас. Да-да-да, делаем парички, делаем им одежду, все, и они оживают и диктуют нам условия, какими они должны быть, какой у них длинный нос был, какие руки и какая одежда. Такую куклу лучше надо жить самостоятельно. Как вы пережили самоизоляцию? Я знаю, что тоже успешно для себя. То есть, вы участвовали там как в конкурсе и даже получили диплом. Ну, знаете, начало самоизоляции, конечно, немножечко растерялись все. Вот, мы перезванивались с руководителями центра, с нашими руководителями хора и, так сказать, ансамбля. Дачу выручала, уезжали на дачу, так сказать. Ну, а потом уже все равно скучноваться стало. И, наконец-то, наш хормистер и руководитель, значит, Заваленки, они сделали сайты. Так как мы бабушки продвинутые, у многих есть смартфоны и сайты. Хорздравится и фольклорный ансамбль «Заваленка». Они с нами же занимались. Новые песни мы разучили. Они нам давали там на три голоса, и мы пели все вместе. А потом объявили конкурс наше, значит, содействие, многофункциональный центр «Поем дома». И попросили что-то записать. И нас вдохновила наш хормистер, сказал, давайте участвовать, записывайте, я помогу создать клипы. Ну, и это вылилось в творчество. Клип у вас есть, я знаю тоже. Да, да. И в Нью-Горде также. Вы взяли за основу музыку Учёцева? Вы знаете, то стихотворение, когда я когда-то написала в память моей бабушки, Бугаковой Агафьи Васильевны, вот, из неё, из этого я выбрала песню, сделала. И единственный под этот размер строчек подходил такой джазовая композиция Учёцева «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?». Я, значит, нашла с помощью хормистера сайт, где есть бесплатные минусовки, подобрала тембр, скорость, всё, ну и записала силу своих возможностей. Вы можете пожелать что-то нашим зрителям, нашим как раз железнодорожникам-пенсионерам и тем, которые только-только собираются выйти на пенсию? Конечно. Но мы всегда находимся на связи с коллегами, бывших коллег не бывает, с железнодорожниками. Это остаётся надолго. Жизнодорожник всегда железнодорожник. И я их всегда вовлекаю, например, очень многих своих коллег в бассейн записала, заставляла вот в эти центры. Ведь там не только танцуют и поют, там ещё и рисуют, изучают иностранные языки, вышивают, там уже не говорят, там столько всего, что если от внуков кто-то свободен, некоторое время, или уже внуки выросли, всех с удовольствием приглашаю в такие центры. То есть, дорогие коллеги, железнодорожники, не теряйтесь на пенсии, кроме огорода, внуков и каких-то там этих болячек. Что-то ещё есть. У нас приходят в бассейн люди даже с палочками. И в центре тоже поют люди. В 80 лет двум у нас солисткам голоса изумительные. И они себя чувствуют бодро. То есть, когда ты на людях, и творчество продлевает жизнь. Так что дерзайте, и вам помогут. Классно. Это действительно творческая работа, и вы большая молодец. Спасибо, Надеюсь. Так держать. Здоровья вам, успехов. Надеюсь, что мы ещё встретимся, обсудим ваши какие-то достижения, успехи. Ну, уже не на самоизоляции, да, а в реальной нашей жизни. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»